Более 37 миллиардов сенге предусмотрено на реализацию дорожной карты занятости 2020 в текущем году. Об этом сегодня на брифинге СССР сообщил вице-министр здравоохранения и социального развития. Даулет Аргандыков рассказал, что по поручению главы государства по дорожную карту внесли ряд корректировок. Трудоустраивать население будут в первую очередь на инфраструктурные проекты, реализуемые по госпрограммам, в частности по Нурлужову. Также в пилотном режиме краткосрочные курсы смогут пройти молодые люди для работы в сфере услуг в Астане и Алматы. Помимо этого, чтобы стимулировать безработное население, планируется внедрить социальные выплаты на контрактной основе. В целом господдержку получат 323 тысячи человек, планируют в министерстве. Целевые индикаторы всех мероприятий, включая государственные, отраслевые, все программы, они отражены в комплексных планах, которые утверждены сегодня в каждом регионе по поручению главы государства. Всего в текущем году планируется охватить мерами господдержки где-то 323 тысячи человек, причем более 300 тысяч, быть точно 310 тысяч трудоустройств, половина где-то на постоянные рабочие места, часть из них это временные, будет охвачено практически 50% в количественном составе безработных и где-то 12-13% от самозанятого населения.